Донбасс 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 Украина чтит память героев небесной сотни. В Киеве и других городах с 18 по 22 февраля проходят мероприятия в честь тех, кто отдал свою жизнь за свободное европейское будущее Украины. Донбасс 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 И это, конечно, ужасное понимание того, что власть решила убивать своих людей. Днем стало известно, что служба безопасности объявила антитеррористическую операцию. Я был очень много времени возле сцены и был очень много времени прямо на линии огня. И я видел, как гибли люди, и, к сожалению, среди них были и мои знакомые, и люди, которые получали ранения, были люди, с которыми я дружу, лично общаюсь. Но островами опасности были на самом деле вот эти районы Европейской площади, Грушевского, Мариинского парка, центра города, потому что очень много ходило там тетушек. И многие из этих тетушек или привезенных таких полубандитов, они приходили сюда, они приходили, смотрели. Было видно, их видно было по лицу, они ходили большими глазами, и они удивлялись. Они не могли понять, как это вообще возможно. Они искали, как у них, организаторов, старших, где деньги выдают. Но я вернулся на Майдан и снова был некоторое время до позднего вечера. Фактически, под вечер ситуация еще более утихомирилась. На самом деле, понимание того, что на следующий день произойдет вообще невероятные вещи, когда власть не просто объявила антитюрористическую операцию, а сюда придут снайперы, понимания вечером этого не было. Война, которая началась, это попытка Путина остановить Украину. Если не удалось победить на Евромайдане и заставить Украину вернуться в ЛОНа, фактически Москвы, тогда и сделать это военным путем. И жертвы продолжаются. И когда мы говорим, зря или не зря, как можно поставить такой вопрос? Можно или не можно бороться за свою свободу? Конечно, что нужно. Один мой знакомый, эксперт, сказал, удивительно, много лет прошло с того времени, когда Украина уже давно не казацкая, а сечь в голове украинцев осталась, самоорганизация живет. Призывы прийти на Майдан, незалежности, защитить свой европейский выбор, начало противостояний, стрельба, взрывы, первые раненые и погибшие, прощание с героями небесной сотни на Майдане. Это сюжет спектакля о нас. Мы – Майдан. В основе сценария – реальные сообщения пользователей социальных сетей времен революции достоинства. Это полная хронология событий трехмесячного кровавого противостояния украинцев за свою свободу. Постановка настолько реалистична, что зрители снова пережили эмоции тех дней. Очень много было постов. По правде я тонула в этом материале. Мне иногда казалось, что ничего из этого не получится. Слезы душили от этих материалов, от этих воспоминаний. Я себе сказала, что это будет мой Майдан. Я обязана написать эту пьесу в память о людях, которые там стояли, в память о героизме нашего народа. Впечатления очень сильные, поскольку спектакль, он базируется на воспоминаниях участников. И я думаю, что особенно сильные впечатления для всех, кто был хотя бы немного на Майдане. Потому что вот эти воспоминания, они только возобновляют мои, скажем, собственные воспоминания. Этот сегодняшний спектакль просто заставил меня это пережить как бы изнутри. И для меня стало действительно очень понятно чувство этих людей. Музей истории Второй мировой наполняется звонким и мощным гимном Украины. Для всех присутствующих это давно не просто слова, а обед глубоко впечатанный в сердца. Сегодня они не только рассказывают войне, но и показывают ее. Мы пришли сюда не просто открыть выставку, не просто посмотреть на экспонаты. Мы пришли, чтобы вспомнить тех, кто сегодня уже не с нами. Мы пришли также почтить тех, кто остался жив и сегодня защищает нашу землю. Среди присутствующих легендарный сумрак. Летом 14-го его отряд 12 суток удерживал контроль над Саур-могилой, отражая штурмы боевиков. Командир Гордечук вывел личный состав из-под огня и покинул высоту последним. В боях получил тяжелое ранение. Очень важно, чтобы народ нас знал. Что случилось, почему случилось. К сожалению, еще много людей считают, что война их не касается. Сейчас потерь намного меньше, чем было в 2014 году. Но чтобы они вообще прекратились, нужно, чтобы люди все знали и видели. В центре зала машина скорой помощи. Вместе с солдатами она прошла самые горячие места Донбасса. Спасла сотни раненых. Вывезла множество погибших. Вещи павших здесь же, рядом. Их кровь не позволяет забыть о цене свободы. Мы живем, внутри нас живет светлая память о них. И мы за них отомстим однозначно. 57-я бригада передала музею целый блиндаж. Вместе с фронтовыми, дорогими сердцу вещами. В 2015 году я именно в этом блиндаже часа в два ночи заснул. Меня будет, говорят, Анатолий, не храпись, ей пора разбудишь. В общем, напоминать будет мне это всегда. За два с половиной года музей накопил более четырех тысяч экспонатов, свидетелей сегодняшней войны. Вещами делились бойцы, волонтеры, капелланы, медики, военные журналисты. Выполняя тяжелый и не только физический, но и психологический труд, наши ребята никогда не забывали, что память о павших должна остаться жить вечно. Поэтому, выполняя свои задачи на боевых позициях, мы старались всегда взять материальные свидетельства тех страшных событий. Военкор Наталья Нагорная передает огромный флаг из-под горловки от 53-й бригады. Сначала там висел флаг 3х2, его разорвали в клочья, специально целились по этому флагу. И тогда волонтеры сказали, этот порвали, мы вам привезем еще больший. Каждый раз, когда они будут рвать наши знамя, мы будем вешать еще большее. Фронтовые флаги, кресты, носилки, обстрелянные автомобили, военная форма, пронзенные пулями и снарядами, таблички городов. Вещи поделены на символические батальоны. Капелланы, медики, волонтеры, военкоры. Все они делают свой вклад в победу над оккупантами. Именами героев называют улицы, батальоны. Они действительно должны войти в историю, и на них должны воспитываться следующие поколения. Иногда поколения воспитывают сами герои. Такие, как Игорь Гордичук. Скоро уже год, как он ректор военного лицея имени Багуна. И большой пример для воспитанников. Говорит, эти юноши – представители уже совсем иной украинской армии. Они уже более осведомлены в этом плане. Это драйвер того, что они более мотивированы. Они понимают, что реально происходит, что это новый тип войны. Теперь наша задача – их качественно подготовить. Чем лучше они будут, тем быстрее закончится война. Противник будет видеть, что здесь ему ничего не светит. Любовь Задорожная, Максим Кондратенко, UATV. 25 лет исполнилось украинскому гербу трезубу. Это официальный возраст национального символа. Он существует в украинской культуре уже много веков. Трезубец высекали на своих монетах князья Киевской Руси. Первые же следы знака, похожего на трезуб, относятся к культуре эллинов. В мифологии трезубец – знак власти. Впоследствии символ распространился под влиянием Древней Греции на другие культуры. В том числе пришел и в Киевскую Русь. И стал символом ее могущества. Трезубец также использовали в гербах гетманов войска Запорожского. В 1918 году он был избран гербом Украинской Народной Республики и символизировал соборность украинских земель. Нынешний герб Украины выбирали на открытом конкурсе, объявленном в 1991 году. Среди более 200 работ победил проект историка-геральдиста Андрея Гречила и художника Ивана Турецкого. По мнению Гречила, трезуб в графической традиции периода правления великого князя Владимира был принят не случайно, поскольку именно тогда все этнические украинские земли были объединены в одном государстве. 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила трезуб как малый герб Украины. Поворот, смертность и травматизм пешеходов на автодорогах страны взялся Украфтодор. В этом году стартует пилотный проект по модернизации пешеходных переходов на дорогах первой категории с наибольшей интенсивностью движения. Первые 150 в Киевской и Полтавской областях приведут в соответствие к современным стандартам безопасности. В результате аварийность с участием пешеходов на этих участках должна снизиться на треть, рассчитывают дорожники. Переходы благоустроят за счет бюджета на содержание автомагистралей. В последующие годы их сделают безопаснее и в других областях. Переходы будут оборудованы по современным украинским стандартам, которые были не так давно обновлены. Это корректное размещение знаков, которое позволит повысить видимость пешеходного перехода со 100-150 метров до 800-900 метров, осветить их в темное время суток, а также обеспечить безопасное нахождение пешеходов посредине проезжей части на островках безопасности, выделенных над проезжей частью. Эти забавные коты, ручная работа Маргариты, текстильными куклами занимаются уже 5 лет. Начинала с разных животных, теперь в ее коллекции только коты. 20 работ уже нашли хозяев, еще 10 ждут своего часа. Цена колеблется от 20 долларов за простую игрушку до 350 за композицию. Игрушки все эксклюзивные и у каждой своя история. Первой композицией стал кот-курьер Валерьянки. Я смотрела фильм, советский фильм про мальчика, который развозил торты. И когда я увидела этот образ мальчика на мотороллере, в шлеме, в кожаной курточке, мне захотелось создать такого кота. А эти куклы стали героинями сказки «В поисках счастья». Василиса свою первую работу сделала полтора года назад и подарила своей подруге. С тех пор игрушками стала заниматься постоянно. Каждая новая давала имя, придумывала характер и сопутствующую историю. Об этом рассказывала своей подруге. Та собрала все воедино и в ноябре вышла книга о куклах. В книгу вошло 11 кукол. Они разговаривают о чем счастье. О нас женщина, да? Пселевские портреты женщин. И каждая кукла отстаивает свою точку зрения. В чем счастье наше женское? Эти павлины как будто нарисованы, но на самом деле вышиты шелковой нитью. По толщине она аналогична человеческому волоску. В такой технике женщины вышивали еще в 17 веке. Валентину этому искусству научила ее бабушка. Автору этой картины тогда было всего 7 лет. Эта гладь, которую сейчас никто повторить практически не может. Нас просто никто ее не внедряет. Над розами я работала 6 месяцев. Над павлинами я работала полтора года. А эти большие полотна сшиты из тысячи маленьких лоскутков. Такая техника называется пэтчворк или лоскутная мозаика. Ольга ей увлекается уже 10 лет. Чаще всего такие изделия служат украшением интерьера. Оно собирается из маленьких лоскутков. Вырезаются лоскуты разной конфигурации. И просто я их сшиваю вручную, только иголкой. И собирается такая мозаика. Вот середины, дальше, дальше пришивается. Собирается в блок. И потом из нескольких блоков можно пошить вот такое вот изделие. Почти сотня мастеров представили свои творения на столичной ярмарке. Съехались они со всех уголков страны. Разные материалы, уникальные техники и эксклюзивные работы. И это лишь малая часть творений украинских рукодельниц. Ведь в Украине практически каждая женщина увлекается хендмейд-творчеством. Маргарита Харунжа, Дмитрий Гришко, UATV. Всем известная еще с детства игра «Чувачи» набирает популярности. Чтобы вспомнить веселую забаву, во Львове организовали большой чемпионат. Попробовать свои силы мог каждый желающий. В детстве все играли «Чувачи», и это достаточно легко. И, в принципе, ничего больше знать не нужно. Я пришел сюда, ну, это не серьезно, это больше, как разлагать. Встретись с друзьями вместо вопроса «Часка». Первенство началось с жеребьевки. Так участники узнали, кто их соперник в первом раунде. Правила игры давно известны и просты. Камень побеждает ножницы. Ножницы побеждают бумагу. Бумага – камень. Среди участников студентка Кристина. Говорит, пришла вспомнить детство и весело провести время. Каждый человек наверняка знает, что такое чувачи. У многих людей они сыграли важную роль в спорах. Это связано, наверное, с детством. Решила вспомнить, как это было прежде, и немного повеселиться. Но если большинство пришли ради развлечений и специально к игре не готовились, то Александр наоборот. Как только узнал о чемпионате, сразу начал тренироваться. Я начал интересоваться, как выиграть чувачи и большую часть своего времени. На работе я приходил к своим сотрудникам и говорил, ну, давай сыграем. Нужно теперь готовиться. Мы много смеялись, конечно. Я думал, что это дело случая. Но, как оказалось, есть технологии, по которым ты можешь выиграть. Соревновались около 30 участников. Все они сыграли в парах. Победители в первом раунде переходят во второй. В финальном этапе боролись за призовые места. Для нас чувачи это такой своеобразный дворовой спорт детства. Способ решения различных споров. Во взрослом возрасте наверняка уже упорядочение жизни. Поэтому мы тоже решили организовать инициативу. Виртуальную федерацию чувачи во Львове. И, собственно, воплотили ее. Это сегодня первое мероприятие. Игра чувачи родом с Востока. В Китае или Японии подобные чемпионаты проходят ежегодно. Организаторы хотят, чтобы и в Украине они стали доброй традицией. Из Львовской области Марьяна Оленская, Иван Мазуренко, Юэй ТВ. Три медали и десятое общекомандное место привезли украинцы с 13-го европейского юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в турецком Эрзуруме. Для большинства юных спортсменов он первый шаг на пути к олимпийским вершинам. В зимних видах спорта Украина в последнее время особо не блещет, но вырисовываются три дисциплины, которые нас снабжают медалями. На универсиаде в Казахстане недели ранее и теперь на юношеском фестивале в Турции в копилку сборной награды принесли сноуборд, фигурное катание и биатлон. Для 17-летней Кристины Дмитренко серебряная медаль в спринте – это скорее минимум, на который она рассчитывала. Сама понимает и настраивает себя на более весомые успехи. В первую очередь я хочу попасть на взрослую олимпиаду и, конечно же, там показать достойный результат. Еще хочу, может быть, в дальнейшем в биатлоне показывать очень высокие результаты, как Мартен Фуркат или Дельмайер. Задолго до нынешнего старта готовил себя на медаль и наш сноубордист Глеб Мостовенко. К своей цели в Эрзуруме он шел долгих два года. Для меня это была ожидаемая награда. Эту цель я поставил перед собой два года назад на одном из турниров в Австрии. Одним утром я проснулся и понял, что я поеду на ЕЮОВ. Затем я разработал план тренировок, и за эти два года я ни разу не прерывался. Эти два года я шел к своей мечте – к этой медали. В фигурном катании на подобном турнире два года назад золото Украине принес киевлянин Иван Павлов. Теперь по чин своего старшего товарища по сборной серебром поддержала 15-летняя киевлянка Анастасия Гожева. Своему успеху она несказанно рада и пока еще не осознала, чего достигла. То, что в принципе это серебро на таком турнире, честно говоря, не очень доходит пока. Ну вот просто, знаете, как прошел турнир, вот и прошел. Ну вот там награждение, да, это все осталось в памяти, но вот чтобы вот чисто вот ура, да, я это сделала, это есть. А такого вот, что вот это такой сильный турнир был, такого вот ощущения, ну как бы, я не знаю, мне сложно объяснить. Юношеские олимпийские фестивали свое начало берут с начала 90-х. Основной целью была подготовка юных спортсменов ко взрослым олимпиадам. Много мировых звезд как раз и прошли путь от этих соревнований к олимпийским вершинам. Олег Шумейко, Руслан Белозеров, ЮЭй ТВ. Олег Шумейко, Руслан Белозеров, ЮЭй ТВ.